Доброе утро, друзья! Мы рады, что вы просыпаетесь вместе с нами. И у нас для вас есть две новости. Одна новость хорошая, а другая новость... Ну, сами примите решение, какая она. Начнут с хорошей новости. К нам сегодня обещала прийти глюкоза. Ну, а теперь следующая новость. А вместо неё пришла честная, я честная, я честная, я ё. Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Вмечайте. Здравствуйте. Доброе утро, да. Гутуфоргер. Когда повторяют всё полностью моё имя, я думаю, господи. Наталья Ильинична, здравствуйте. Наташ, как просыпаетесь? Первый вопрос. Тяжело всегда очень просыпаясь. Вот сейчас ощущение, что глаза открыты, но я ещё сплю. Подняли, но не разбудили. Да. Давайте тогда на полутонах как-то общаться, так, чтобы не разбудить Наташу. И, возможно, у нас у неё... Я переживаю, что вдруг зрители засыпать начнут. Не-не, мы сейчас у неё есть подсознание, будем попрэдить. Сейчас секреты, секреты будете, да? Да-да-да, достанем всё нас. Как гипноз. Первый вопрос. Какая у вас причина приезда в Киев? Нам, безусловно, очень приятно. Что привело вас сюда? Ну, во-первых, я просто очень люблю Киев. И иногда меня сюда приводят даже никакие не причины, а просто вот хочется приехать, побыть здесь какое-то время и встретиться с вами друзьями, которых у меня здесь уже очень много. Вот поэтому Киев становится ещё роднее. Но сейчас приехала не только к ним, а ещё поработать вместе с ними. Снимаю клип на новую песню с Аланом Бадоевым. Знаем такого, уважаем. Знаете что? Очень приятно, что если вы правду говорите искренне и любите Киев, не для того, чтобы потрафить, нам сделать приятное на самом деле, вам будет приятно в том числе узнать, что Киев вас помнит и что думают о глюкозе киевляне, и что они знают о певице Наталье Ионовой. В нашем следующем сюжете давайте посмотрим, а потом снова вернёмся и продолжим разговор с нашей гостью. Глюкоза – это сахар, а что же это? Это сложный вопрос. Глюкоза – это моносахарид. Витамины разные, лимоны, апельсины. Виноград, яблоко, что там вообще? Сахар. Крахмал, картофель. Ну, глюкозу вообще, что-то не слушаю. Я помню, что очень любила её в детстве, у неё был хороший доберман. Мальчик доберман, что-то такое. Я гуляю с доберманом, пара-паром. Невеста. Невеста. Я буду место, 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 не ёд. Твоя невеста, честно, честно я ёд. С Веркой Сердючкой у них дуэт был. Со жениха хотела, вот и залетела. Про снег что-то. Да, что-то было про снег, вот что-то такое я помню, да. А снег идёт. Она говорила, что я дура, что снег идёт, что-то такое вот. Не знаю больше ничего о ней. Всё, это всё. Ну вот, друзья, вы наговорили, ерунду взяка, а вот теперь вы можете получить ответ. Как вам то, что вы увидели и услышали? Ну, начало интервью я смотрю, что люди стали рассказывать больше как о продукте, да. И у меня вспомнила сразу очень смешную историю, когда только начиналась моя карьера. Я ехала на один из каналах, на интервью очень опаздывала, очень переживала по этому поводу, потому что никогда стараюсь никуда не опаздывать. И нас останавливает гаишник с другом. Он меня вёз, и, значит, он вышел из машины, я сижу там 10 минут, 15, его всё, нет, нет. И я уже ему звоню по телефону, и говорю, скажи, что ты везёшь глюкозу. И, значит, мой друг говорит, я везу глюкозу. Он говорит, так, открываем багажнички, достаем накладные на медикаменты. То есть он думал, что он везёт медикаменты, и давай тогда на них документы. Коль уж режущие инструменты, пожалуйста, на бардачок. Начало этого сюжета мне об этом напомнило. Очень приятно, что люди помнят, знают песни, что у них есть какие-то ассоциации, что они узнают. Нам будет тем более приятно теперь смотреть вашу видеоработу, о которой вы говорите, да, будет сниматься. А теперь в Киеве мы будем, наверное, угадывать какие-то наши там краеводы, как вы скажете, да? Ну, в Киеве всегда всё очень красиво, всё очень эстетически. В каких локациях будет сниматься Киев? Что мы увидим? Мы увидим там Киев исторические, или это будет помещение? Нет, это будет съёмка в павильоне, исторического Киева не будет. Можно как-то хотя бы одним глазком заглянуть в будущее? Вообще, если честно, я бы сама с удовольствием одним глазком туда заглянула. Столько всего напридумывали, это будет такая серьёзная смена моего сценического образа, именно вот такого визуального, я бы так сказала. Мы наконец-то, как мне кажется, определились с какой-то некой линией, куда дальше глюкоза будет направляться, потому что наш альбом «Трансформа», который недавно вышел, вот такой он, это такой, как мне кажется, некий мини-венегрет. Мини-венегрет, потому что здесь есть и те треки, которые выходили у меня как синглы, есть треки, которые совсем старые, я перевела их на английский язык, и есть совершенно новые треки, и все они на друг друга не похожи, они очень много разностей. Я так понимаю, я прослушал альбом разный автор, во-первых, да? Да. Даже ваш муж принял участие в альбоме. Да. Он написал песню, по-моему, если... «Взмах». Ну, он на многие здесь песни написал стихи. А «Взмах» песню написал вообще немецкий композитор, Гюнгтенграф. Вот, это был самый мой первый опыт спеть песню «Не Максим», вот. Ну, которую он спродюсировал, потому что это, как бы, такое предложение сходило от него, и он говорит, ты знаешь, у меня есть классный трек, и, может быть, мы попробуем сделать его. Вот, я говорю, ну, давай, если ты это видишь, если ты чувствуешь, как это можно сделать, я говорю, я за любую авантюру, кроме голодовки. Вот, поэтому решили сделать. Я полезный перспектив никогда не срепоративный. Я хотел бы хоть к пчелам бури, лишь бы только в коллектив. Друзья, если вы хотите услышать, да, своими ушами, да, и потрогать этот альбом, подержать в своих руках, позвоните, пожалуйста, по номеру 205-44-88, и задайте вопрос нашей гости, и наверняка подарят вам альбом. Уже есть. Алло, здравствуйте. Алло. Уже есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алена, я из Киева. Я очень счастлива, что я дозвонилась к вам. Спасибо большое. Я хотела задать вопрос. Наташенька, скажите, пожалуйста, когда вы будете выступать с концертами? Потому что вас вот давно не видно, к сожалению. Может быть, в Киеве вы будете выступать. Мы все очень-очень ждем ваших фанатов. Спасибо большое. Вообще, если честно, вот такой вопрос, как говорится, прям в точку. В Яблочко я сама уже очень соскучилась по сольным концертам. Давно действительно с ними не ездила. Вот как начала детей рожать. Так перестала ездить по стране. У меня очень много таких не кассовых концертов. Были какие-то презентации мои личные. Диско, 3D-концерты. А вот именно там, где может просто любой человек прийти и пить билет, такого давно не было. Потому что я еще не сделала новую концертную программу, а со старой мне ехать не хочется. Потому что... Надоело до чертиков? Не то, что надоело до чертиков. Уже хочется что-то, ну, по-другому делать. Лучше поменять, что-то добавить. А что-то, например, оставить. И сейчас, кстати, вот я уже начала ее делать. И многие, кстати, есть люди, которые мне в этом помогают из Киева. Я думаю, что тур обязательно будет, ну, если все хорошо сложится, скорее всего, в будущую осенью. Если вот так вот реально посмотреть на даты. Ну, и мы правильно понимаем, да, что в этот тур будет... Это будет тур по Украине? Ну, я думаю, что это будет тур и по России. В Киеве вы обязательно побываете, да? Да, по странам Усенки. Если Киев будет ждать, конечно, обязательно. А куда мы денемся? Столько прошло времени. На самом деле, глюкоза появилась где-то лет 10 на нашем постсоветском пространстве. И вот когда сегодня мы знали, что придет к нам Наташа, вот как-то, когда видишь этого молодого человека... Ты же еще девчонка, на самом деле, если разобраться по-свете дела. Вот приходит не какой-нибудь такой, там, знаешь, мастодон такой, вот динозавр, да? А вот приходит молодой человек, за которым шли участие во многочисленных кинопроектах. Да, это Яралаш, там, она снималась в кино. Но потом дальше была глюкоза, ну, и уже прошло 10 лет, ребята, между прочим. И вот, пожалуйста, сейчас это молодой человек, кстати, который недавно стал мамой еще, потому что мы тебя еще не поздравили. Спасибо большое. Как подрастающее поколение? Ой, вообще, дети, конечно, это как раз именно вот наше, наверное, то воспитание. Меня мои дети воспитывают. Большего счастья, наверное, не знаю, в жизни сложно испытать. Все-таки дети, это подарок или испытание? Ну, это все зависит от того, как ты воспитаешь, как говорится. Это уже познается тогда, когда дети... Ну, на мой взгляд, дети, если ты их воспринимаешь как отдельные самостоятельные личности, сразу при их рождении не считаешь их собственностью своей, а наоборот уважаешь их, их решения, их мнения, и стараешься вести их по жизни собственным примером, то тогда это удовольствие. Мне кажется, что вот первая твоя дочка, Лида, если не ошибаюсь, вот она, мне кажется, взяла испытание. Вот Вера, по-моему, это подарок тебе, нет? Ну, Лида, вы знаете, мне кажется, что Лида, она даже не как-то не моя дочка, она моя больше первая, вот, я не знаю, знаете, она как последняя кукла, а Вера уже вот такая осознанная дочка, потому что Лида, она больше не подружка. Она такой же хулиган, да? Она хулиганка, она тура, но в ней больше женственности, например, чем вам. И мне в ее возрасте. Я в ее возрасте вообще не думала, как я одета, как я причесана, там, ни о чем. Я только куда-нибудь пошкодничать, где-нибудь полазить, перепрыгнуть, там, что-то сделать такое, кого-то спровоцировать на какие-то эмоции. И самое главное, чтобы было внимание, в основном, пацанское внимание. Вот это ты резко превратилась в женщину. Ты вот была пацаном, а потом резко просто стала женщиной. Мне бы хотелось все-таки теперь с темы детей немножко перейти на не совсем детскую тему. Ваша свежая работа, название «Мой порок». Вот об этом хотелось бы поговорить. О порочности, да? О порочности глюкозы. Наталья Иванова. Максом мне говорит, слушай, у тебя скоро уже этот мим будет над головой. Хотя ты, говорит, ты же демон, ты же чертенок. Но есть, наверное, какое-то вот то, что начала работать достаточно рано и начала уже работать с очень такими серьезными, значимыми персонами вообще в нашей стране и в этом мире, что было жесткое воспитание. Выросли коготки и зубы, да? То есть они есть, но они такие. Они вылезают, ну, они не вылезают, потому что хочется какого-то там каприза, еще что-то. То есть у меня дисциплина железная, военная. Не опаздываю ни на какие съемки. Я всегда вовремя, хотя я там безумно всегда хочу спать. Вот. Я никогда никого не подвожу. То есть это не то, что я сейчас себе там пою дифирамбы, но даже иногда бывает такое, что нужно прийти на светское мероприятие, уже по статусу надо опаздывать. А я не могу, поэтому я сижу в машине. О пороках, о пороках больше хочется узнать. Как приняли вообще эту работу? Ну, тяжело, я говорю, я вот к этому и веду, что при нем народ, ну, кто более как бы современный и кто на мое творчество смотрит еще как на творчество, потому что все-таки язык человека, который поет, или человек, который рисует, или человек, который там играет в кино, это все-таки некий утрированный язык. Его нельзя воспринимать вот все вот так вот буквально, как будто оно действительно на самом деле происходит. Я знаю, что клип «Мой порок» на самом деле не получил, да, там, одобрения, по крайней мере на российском телевидении. Ну, продолжают смотреть. Это у нас, знаете, вот нас ругают, но втайне смотрят. Это чисто наша страна и менталитет. Тебе понравилось то, что ты увидела? Ведь смотри, когда снимается клип, ты думаешь о нем одно, а потом... Ну, как с человеком, когда ты встречаешься, и потом с ним живешь, что-то два разных человека. Ну, как сказать? Конечно, когда там смотришь, какие-то кадры уже чисто профессиональные хочется добавить, заменить, хочется что-то... Всегда хочется что-то доснять, и всегда хочется переделать аранжировку. Когда этот анонс... Тебе всегда в ней что-то не хватает, это нормально, поэтому... Я видел анонс «Скандальный клип глюкозы», там, я думаю, ну, сейчас посмотрю, а там глюкоза, ну, что называется, извините мне, гляжи. Да нет, все пристойно. Ну, там человек, там что-то какая-то имитация рукоблудия, ну, больше как бы я ничего такого скандального не увидел. Но, понимаете, что вот это вот почему-то воспринимается именно от меня, что я вот все-таки должна быть какая-то вот, мне кажется, сестра. Я отзыв нашел, сразу же, первый же отзыв на Ютубе под твоим клипом, значит, такой. Если цель клипа «Эпатаж и привлечение внимания к глюкозе», то задумка почти удалась, пишет, значит, тот, кто отзывается. В остальном же клип пошлый, текст примитивный, вокал говорить не буду. Эксперименты – это хорошо, но не до такой же степени. В этом плане бабочки, вот такая любовь, взмах, «Танцую Россию» мне понравились больше. Боюсь, что проект под названием «Глюкоза» кается в тубик, по крайней мере, судя по последнему альбому Наташи. Кавычки показывают, что человеку очень грустно. Цитата закончилась. Можешь прокомментировать? Ну, могу сказать о том, что, ну, невозможно сказать, что карьера катится вниз. Она находится в стадии, там, развития. Потом карьера – это такая вещь, у меня есть волны. Нельзя быть все время в топе, нельзя быть все время, там, все время где-то внизу. Есть время. Например, сейчас, если посмотреть на тенденции в музыке, вернулись в 90-е. Вроде бы, буквально 5 лет назад думали, что все, этих людей можно заживо уже похоронить. Они никому не нужны, никому не интересны. Сейчас опять руки вверх собирает. Наташа, да, их же возвращают только потому, что на самом деле не родилось новых героев, достойных. Поэтому поднимаются сейчас, смотри, особенно на российском телевидении, подняли звезд, телеведущих, которые уже там когда-то отговорили, уже их забыли. Ну да, понимаете, это время. Вот я вам об этом и говорю, что это и время, это и история, еще что-то. Потом, ну, невозможно все время ориентироваться на... Вот знаете, то есть я вот эти комменты, да, я стараюсь вообще очень читать осторожно. Потому что это влияет на психику артиста по-любому. И если ты будешь все время угодить каждому комментарию, там, под клипом, ты никогда не сможешь делать что-то для себя. И то, что действительно потом, ну, будет как-то отображать то, что ты делаешь. И люди не будут понимать... Вот такие вот, допустим, негативные отзывы, потому что очень родимый человек. Я вообще очень люблю критику, если она здоровая и конструктивная, да, совершенно верно. Но опять-таки, хороша критика, когда хорош тот, кто критикует, наверное, да? Когда критикует Макс Фадеев, это одно, когда критикует человек, который сам ничего не сделал, да, это все другое. Вадим Ярошенко, я прошу прощения, я здесь тоже еще... Можно выйти, Виктория, можно выйти. Друзья, у нас есть еще телефонный звонок, мы не можем отказать, поэтому давайте его примем, ответим на еще один вопрос, и с удовольствием подарим еще один альбом глюкозы. Алло, гутенморген вам. Алло, гутенморген. Здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Карина. Доброе утро вам. Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Карина, слышим ваш вопрос. Меня очень интересует, вот глюкоза появилась как такой виртуальный персонаж, и интересует отношение сейчас Наташи с виртуальным пространством, общается ли она со своими поклонниками в фритбухе, твиттере, в подобных социальных сетях, отвечает ли она им лично? Прекрасно отношусь, вообще очень рада, что в нашей жизни это все появилось, и давно являюсь фанатом компьютера, когда еще там не у каждого было во дворе, а у меня у папы, так как он был программистом. Был. И мама, и папа. Да, да, да. Вот, поэтому я есть и в твиттере, и вконтакте, и на фейсе. Вот, недавно даже на хипстаграмму зарегистрировалась, но там что-то пока времени не хватает, надо это развивать. Ты отвечаешь людям, которые к тебе не отвечают? Да, я отвечаю, но я там не могу отвечать вот постоянно, на каждое там, на каждое смс и всем. Поэтому отвечает Вера. Нет, Вера, слава богу, еще не отвечает, не даю им пока всякие компьютеры и все остальное, берегу от этого, хочу оттянуть этот момент. Ну и бывают, конечно, из-за этого всякие там проблемы, потому что сейчас, с одной стороны, очень здорово, что я стала ближе к людям, для которых я там все-таки делаю свое дело, и любому художнику нужно признание, иначе жизнь прожита, ну, как бы творческая жизнь прожита зря. Вот, поэтому, с другой стороны, они настолько близко, что они думают, что они уже вот все в твоей жизни, и что ты должен каждому сказать доброе утро, там все, но это просто физически невозможно. И некоторые люди, у которых все-таки, я считаю, такая не очень стабильная психика, начинают атаки. Вот сейчас как раз на моих сетях есть один у нас передат. Вот-вот, мы слышали очень много об этом, что появился маньяк, ну просто как у Витни Хьюстона в фильме «Телохранитель». А вот, Наташ, ты знаешь, у нас, кстати, служба охраны канала М1 прекрасная, великолепная, то есть они не то, что чужие, они и своих всегда пропускают на канал, да, поэтому мы можем договориться как-то. Что, вот насколько ты серьезно? Ну, вообще, состояние такое страшновато, потому что это все-таки не просто человек, который вот только появился, да, этот человек находится рядом со мной с 2003 года, он сам, то есть я уже о нем так достаточно много знаю, он сам из Иркутска, у меня, кстати, 17-го числа концерт в Иркутске. Вот, он приезжал в Москву и приезжал по месту жительства по прописке, тогда я с родителями уже не жила, и он жил во дворе три дня, и потом мои уже бабушки сказали, ну я уже звезда же во дворе, вот, а во дворе же есть бабульки на лавочках, они же все знают, поэтому они, мои бабушки говорят, слушай, тут один ошивается, говорит, что твою ждет уже третий день, и бабушка, значит, такая, моя конспираторша, с ведром помойного вышла и с ним вела беседу, и... Его Андрей зовут, я не знаю. Мы уже знаем его даже имя, по-моему, он добился. По-моему, это уже пошло уже, да. Он своего добился, мы его уже знаем, понимаешь. Наверное, наверное, ну, не знаю, раньше он как-то вот был какое-то время, потом уехал, потом он был в новом себе в 2008 году, но никогда не было агрессии. Он там говорил, вот эти песни, они адресованы мне, она же хочет, там, вот, со мной быть, жить и все остальное. Мы желаем тебе, чтобы вся эта история закончилась, ну, вот так, весело. Благополучно хочется, просто чтобы уже все это закончилось. Заканчивая наш эфир, вот хочется, знаешь, спросить, наверняка ты сто процентов, я уверен, долгие там зимние вечерами задумывалась, задавалась вопросом, что случилось бы с Натальей Ионовой, если бы в 2001 году не произошла эта встреча с Максимом Фадеевым, кем бы ты стала, могла быть альтернативная какая-то жизнь? Наверное, не знаю, я, если честно, очень часто об этом задумываюсь, каждый раз думаю, боже мой, сказка какая-то. Конечно, в жизни есть всякие, там, и передряги, и проблемы, и там, у каждого есть свой скелет в шкафу, это понятно, но все равно жизнь удалась. А я? Мне кажется, что если бы, если бы в моей жизни это не случилось, может быть, меня даже здесь и не было, потому что очень многие мои друзья, вообще время было такое поколение, вот эти Pepsi 90-е, у нас же было все там, как говорится, секс, наркотики, рок-н-ролл. И если, например, поколение моего мужа еще двигала какая-то вот эта вот реализация, сломать, преодолеть, то нами уже двигали совершенно другие ценности, у нас их практически не было. Поэтому не знаю, была бы я вообще в этом мире. Наташа, спасибо огромное, что были откровенные с нами, мне было крайне приятно посидеть напротив с вами на диване, послушать, как вы мило с Вадимом общаетесь. Спасибо, коллега. А я сейчас только не спросил, я только хотел еще узнать Наталью Ивановой, но уже, наверное... Ну мы сейчас за кадром пообщаемся с вами. Ну и еще раз, я думаю, что ты придешь к нам обязательно, потому что надеюсь на этом все не закончится и продолжение следует. Нет, вы знаете, это просто легкое начало. Вот отлично. Вот здесь мы поставим многоточие и скажем всем доброе утро, ждем Наталью Иванову еще раз к нам в гости уже с новым альбомом, с четвертым альбомом. Ну а пока мы вам говорим доброе утро, просыпайтесь вместе с нами, это Гутен Морген и дальше будет.